Дом Масса Дулаева Этому дому в этом году исполняется 100 лет Он был построен на средства бакинского нефтепромышленника Шамси Асадулаева Который изначально хотел, чтобы здесь была татарская школа Если вы посмотрите на узоры, которые с фасада до сих пор Там можно прочесть школу Шамси Асадулаева Дом был построен в 2013 году, когда Шамси Асадулаев уже умер И с тех пор здесь работал приют детский для мусульманских детей Но в основном это дети были татары, потому что в основном мусульмане в Москве татары Здесь уже начиналась татарская культурная жизнь Гаяз из Хакии в типографии, которая находилась во дворе этого дома Выпускал газету «Сюз» и «Иль» Это были первые татарские газеты в Москве Потом начались революционные дни И где-то в мае, в начале мая 17-го года Вот в этом зале проходил всероссийский съезд мусульман На который съехало 900 делегатов Если вместимость зала здесь 250 человек Представляете, 900 человек Значит они уже разместились по всем глазам этого дома И этот съезд был последним съездом мусульман К сожалению, в России После революции здесь тоже работал детский дом Работал татарская школа Нариманова Работал самодеятельный театр татарский Также здесь выходила газета «Метростроя» Которая, по-моему, называлась «Сче» И редактором этой газеты был известный всем татарский поэт Мусак Жабин Сюда приходили многие выдающиеся деятели татарской культуры Такие как Сара Садыкова, Гадыр Гудуй, Гадыр Шайдарский Здесь находилась обширная тюркская библиотека Насчитывающая множество тысячи домов С уникальными книгами Непонятно куда она делась Здесь работал татарский культурный центр И много чего было здесь интересного и хорошего Здесь не пела жизнь И первый драматический театр тоже сюда переехал Потом, впоследствии, в татарский Потом началась война отечественная Дом передали под госпиталь А после войны, значит, из зданий перешло в ведомство Министерства иностранных дел И в последнее время замечалась школа стенографисток МИДа и коллег МИДа Но в конце 80-х годов татарская общественность начала все активнее требовать возвращения этого дома Писались разные письма Здесь вот сидит Мухаммед Миночев, наш старый общественник, который писал первые эти письма Равкат Галилов, которого уже сейчас нет, уже в живых И многие другие Ну и надо сказать спасибо нашему мэру Лужкову Который, в общем-то, с вниманием отнесся И в конце концов сумел обменять вот это здание на два других Большего, в два раза большего размера Чтобы он, конечно, переехал в другое место Но только он обменял, как вездесуще Чубайс Хватил это здание и передал в аппарат президента Потом опять долго отбиваешься И вот присутствующий здесь Расим Сулейман Шакчурин Уже на другом уровне после создания региональной автономии Довелся все-таки решение Путина о том, чтобы этот дом был введен в аренду татарской общины города Москвы Вот так вот этот дом попал обратно в свои руки Ну, а теперь вернемся к нашей основной теме Вот здесь вот Тимур Исполняет фантазии на темы пумырских песен Тимур Булакая Мурат Искандерович назвал этот вечер «Единый народ единой страны» Очевидно, эта тема, она является стержнем всех произведений нашего известного натурского писателя Является основным лейтмотивом и основным содержанием всего того, что он сделал за все эти годы И вот, наверное, на этот вечер мы тоже хотели бы что-то выяснить в этом направлении Надо сказать, что Мурат Аджи начал свою творческую деятельность в ту пору, когда, в общем-то, тюркские источники Тюркская история, российская, наша российская тюркская история Тщательно уничтожалась, соскребалась, понимаете Поколениями различных историков Поколениями, значит, там, близлежащих людей к власти Тюркские памятники уничтожались систематически Наши народы подвергались репрессиям, депортировались Наша грамота, азбука, многократно изменялась за эти годы И все делалось для того, чтобы превратить нас в Иванов, не помнящих родства Очевидно, это было в интересах тех, кому нужны наши богатства, нашей земли Поэтому они и пользовались вот этим делом Когда человек не знает, значит, где живет И чем он владеет, тогда легче из него все это брать Причем это продолжалось столетиями И сегодня мы видим примеры того, что как создаются мифы Вот, например, вышел недавно фильм «Орда» В котором опять тюрки, ордынцы представлены опять как варвары Кровожадные варвары и все Страшные искажения Причем этот фильм, его делают как бы шедевром уже Ему вручаются многочисленные премии на всех конкурсах Понимаете, его поднимают на изведу на высоту Да, термически там сделано, все хорошо А где же смысл? Почему искажается это все? Вот представьте себе, когда идут валы Вот эти искажения появляются муратом Величайшая личность Который сумел, в общем-то, вот эту разрозненную тюркскую историю Запрятанную, в принципе, не так глубоко Но она была рассыпана по всему свету Он меня собрал воедино и сконцентрировал себя Конечно, многие профессиональные историки Очень сильно возражали и сейчас возражают Потому что они были воспитаны на тех самых мифах Которые здесь длили столетий Надо отдать можно, Мурата Фенни, вот его титаническому труду Который вот встал и сумел доказать Что у нас есть достойная история У нас есть достойные люди И мы, дюрки, внесли грандиозный вклад в историю Вообще в культуру всего человечества И за это, Мурат Фенни, большое спасибо И сейчас произведение Мурата Фенни, вот вы видите Это здесь даже уже часть произведений, которые вышли в этих книг Они широко распространились по всему миру Ко мне приезжали друзья из Турции И тоже попросили, где можно было купить эти книги в Москве Теперь их и не купим, потому что они уже разошлись Мурат Аджи не стрелял, не воевал Он только писал Его оружием было слово И вот оно слово, понимаете, а вещественное слово Наверное, оказалось, наверное, дороже Всякого и сильнее любого оружия Татарская общественность собралась здесь как-то вдоль Масадулаева И мы решили наградить Мурата Аджи достойно Для меня татарстан Мы вышли с таким предложением Затем это предложение Национальная культурная автономия татара Облегло форму ходатайства С другой формой определенной Очень оперативно и быстро Оперативно и быстро сработала постоянная представительница Татарстана в Москве Которая отслеживала движение этих бумаг За бюрократическим заголовком Татарстана И вот, наконец, правительство Татарстана Приняло решение Вот сейчас я хотел бы пригласить на сцену Мурата Искенберевича А каждый заместитель Постоянно представительства республики Татарстана Спасибо Хай-ли-конфермат-ли-дус-лар Здесь Айрак-НД уже дал Такую интересную информацию По поводу того Исторического здания, где мы сегодня здесь собрались И вот я вижу люди Интересные, умные, одухотворенные Лица, не только татары Смотрю по национальности А ведь так должно было быть всегда Ведь то нарождавшееся Общетюркское единство Конца рубежа позапрошлого Прошлого веков Оно ведь было И оно было искусственным образом прервано Теми грандиозными событиями Исторически масштабными И сегодня вот мы в какой-то степени Пытаемся где-то восстановить проявленность Где-то вернуться к своим корням Где-то сказать, что да, было Оно общетюркское Я бы сказал бы Тюркско-славянское единство Общие корни Общая история Великая история И Мурат Скандерович Аджи Один из тех, ну, таких титанов мысли Кто неустанно Несмотря на какие-то Неблагоприятные условия обстановки Неприятий, может быть, каких-то ускаловых Таких околоакадемических кругов Он, тем не менее, твердо и ясно говорит Что опираясь на солидные источники Самые разнообразные Исторические, филологические Говорят эти простые и ясные вещи И вот то, что мы сказали То, что сегодня мы собрались сказать Слава благодарности Может быть, это самое еще малое, что Мы можем сделать Великое, что называется, видно на расстоянии И вот там скромное внимание Со стороны Республики Татарстана Может быть, это только начало Какого-то уже признания На общеподлинного, народного признания На общероссийском Я бы сказал бы, на общемировом уровне Разрешите вам вручить нагробный знак Республики Татарстан За достижения в культуре Решение, принято министром Республики Татарстан Оград Минимолыч Севкатулиным За полнотворную работу И большой вклад в развитие культуры Аплодисменты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... ...на средства татарской общины города Москвы. И татары после его ухода много сделали для того, чтобы вот дом, особенно вторая половина, там где была школа, она была введена в строй. На средства татарской общины. Поэтому это очень большое дело. И дом этот сегодня принимает не только татар, но и русских, и алтайцев, и крымских татар. Все чувствуют себя здесь, как в родном доме. Поэтому милости прошу. У нас ни одна суббота и воскресенье проходят без праздников. И, наверное, вот благодаря вам сегодня, уважаемый наш гость, Прошите мне по поручению Совета региональной татарской национально-культурной автономии поблагодарить вас за огромный вклад в изучение истории тюркских народов. Вам удалось поднять из небытия подлинную историю России и объективно слететь в страницы прошлого народов нашей страны. Это, наверное, главное, вот то, что есть. Учитывая ваши заслуги в изучении и пропаганде истории тюркского наследия России, Министерство культуры и республики Татарстан наградило вас высокой наградой. Это признание вашего труда. И мы вот присоединяемся ко всем поздравлениям. И вот это благодарственное письмо позвольте мне от имени Совета вручить вам с пожеланиями творческих успехов, здоровья и чтобы на радость всем мусульманам вы трудились. В продолжении выступления России тоже хотелось бы сказать несколько слов с уважаемым сегодняшним нашим юбиляром. Мы знакомы очень давно, я даже дважды был у него дома, о чем мне приятно вспомнить. Здесь вот представлено богатейшее творческое, ну, можно сказать, уже наследие, которым принадлежит не только ему, но и всему тюркскому народу, составной частью которой являются, безусловно, татары. Некоторое время назад, а именно в 1994 году, вышла его, по-моему, вторая книжка, да? На базе «Мы из рода Половецкого» книга «Полынь Половецкого поля». И она стала настоящим бестселлером не только среди татар, но и всех вот интеллигентных людей. Продавалась она в книжном мире на боксу улицы Кирова и на улице Мясницкая. Стоила она по тем временам не так, Леша, 25 рублей. Видите, какие подробности. Но в день продавалась по несколько сотен экземпляров. И вот все мы в то время внимательно ее изучали и знакомили с богатейшей историей татарского народа. Позвольте в этот замечательный день, уважаемый Мурат, поздравить вас и поблагодарить за все, что вы сделали. И от имени Совета региональной татарской национальной культурной автономии вручить его эти часы. Пусть с сегодняшнего дня, сегодня мы проводим 20-летие вашей творческой и научной деятельности, пусть эти часы с сегодняшнего дня отсчитывают следующие 20-летие вашей творческой деятельности. Мы очень рассчитываем на ваши новые книги. Не будем скрывать, часы приобретены на средства члена Совета Фарита Фарисовича Фарисова, который у нас все в Совете талантливые люди. Некоторые там что-то делают. Вот Фарисов в частности пишет, и как коллега-коллеги, он просил вам передать эти часы, а приобретайте совет. Пожалуйста. И кроме того, вот все книги написаны. Я сегодня спою сейчас татарскую народную песню. Песня финских татар. Слова Наквея и Санбата. Милькеин. Родина моя. 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 Как Дуна-Як Кыганда. Как Дуна-Як Кыганда. Как Дуна-Як Кыганда. Как Дуна-Як Кыганда. Как его читали. Я давал читать эти книги разным людям. Студент, рабочий, профессорам, академикам. И мне было интересно проследить за их реакцией после прочтения книги. Большинство воспринимало его книги как эффект разорвавшейся бомбы. Они абсолютно, мы все были лишены истины. История наших тюркских народов, да и народов всей нашей страны была запрятана. Мы ничего не знали, мы чувствовали себя только старосортными, приниженными. И как-то мы годились только на то, что варить, встать, воевать, трудиться. Это мы умеем. И, а в основном, нам было отказано. И интересна была реакция других людей. Высокообразованные, академики, профессоры. Я давал книги, и они возвращали ее. Я ждал оживленного разговора. Они молчали, потому что им было стыдно. Одну я спросил, а почему вы молчите? Почему нет никакой реакции на его творчество? Вы что, не знали о том, что он пишет? Они говорят, мы знали, но мы молчали. Мурат Искандинович, ты открыл нам мир, огромный мир тюркских народов. Это подвиг, потому что все молчали, а вы возвысили голос. Вы, следуя заветам наших отцов, прадедов, показали все величие наших народов. Что мы создали величайшую цивилизацию, мирового уровня. Я причитал книги, насчитал 130 тем, может быть, это больше сказать, 130 тем, в которых он раскрыл все богатство тюркского мира. Брат Искандинович, я желаю тебе здоровья. Мы ждем новых книг. Акдеологас, он нашли, дыхать и ползать. А вы наше богатство. Благодаря таким людям, у нас собираются разные невыкновенные вещи. А сейчас общество Курантель вручит Мурат Аджи грамоту. Это наша старинная татарская песня, почти на старинную музыку, шахта называется. Акдеологас, он нашли, дыхать и ползать. 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 И мне приятно, особенно сегодня, то, что я задумался над этими двадцатью годами, то есть двадцать лет, которыми я занимаюсь тюркской тематикой. Любопытно то, что до этого у меня вышли, я занимался Сибирью. У меня вышла книга «Сибирь, двадцатый век». То есть это как бы последняя книга была, не на тюркскую тему. И вот любопытно, что я там смог написать в истории Сибири. Практически ничего, никаких сведений не было. Никто не занимался этим. То есть там жили дикари, кочевники, которые болели, умирали, рождались и снова болели. И ничего, так сказать, не было сказано больше. И вот, когда я стал заниматься этой темой, постепенно, постепенно стала картина, картина мира. И вот каждая новая книга, она давалась с трудом. Она давалась по-новому, позволяла посмотреть на события, посмотреть на себя в первую очередь, на своё мышление. И вот вышла книга «Полынь Половецкого поля». Она интересна тем, что она написана неожиданно. Я должен честно признаться, я признаюсь, что я не помню, как я её писал. То есть это фактически было написано как бы под диктовку. Я просто как представить себе, что в феврале месяце ещё не было написано ни одной строчки. То есть книга была вся в голове. Я сел с февраля, дом моей месяцы, я не выходил из дома. То есть ночь, день смешались воедино. Какие события происходили, я не помню. Но главное, наверное, рукопись в черновом варианте написана как будто... Вот просто писали рукой и всё. И эта книга вышла буквально сразу. То есть она вызвала большой резонанс вреда в издательстве. В издательстве пытались её придержать. Но потом, в общем-то, произошло в полном смысле слова всё благополучно, неожиданно. И книга вышла уже в декабре месяце. В декабре месяце, то есть меньше года. И вот эту полынь половецкого поля я иногда сам открываю. И такое впечатление, что это не я писал. Что я просто... Незнакомые вещи, как будто мне открываются заново. То есть я их не вижу. И вот я много слышал людей, которые говорили о том, что каждый раз читаю книгу твою, открываю что-то новое. Могу с любого места начинать. То есть я открываю книгу на любой странице, начинаю читать, всё равно интересно. И вот показательно то, что интерес этот был особый. Я убедился в этом, встретив, случайно попав в разговор с Мулой из Оренбурга. Молодой Мула приехал из Татарстана, из набережной Челны. И показывает мне мою полынь половецкого поля. Просит подписать. Я обратил внимание, что она обгорелая вся. То есть стороны книги, прихваченные огнём. Я говорю, почему она в таком виде у вас? Он говорит, там люди сжигали их, бросали книги в костёр. Я из костра поднял, чтобы сохранить. На этой книге мы будем воспитывать потомков. То есть это значение большое он придавал. И вот отношение, вот это двоякое отношение, то есть сжечь, уничтожить и наоборот прочитать, я испытываю постоянно в своём творчестве. По отношению ко всем книгам. То есть такое нежелание, протест. И вместе с тем, с другой стороны, откровенное ликование. Но это свидетельствует, видимо, о том, что люди неравнодушны. И равнодушных, и среди своих читателей я не нахожу то, что каждый раз открывается что-то новое в книгах. И это действительно так. И вот получилось, что за 20 лет я написал 9 книг. И причём они все 9 разные. С учётом перевода, с учётом переизданий. То есть это вышло большое количество работы. Ну и, по всей видимости, на этой работе я немножко надорвался. Подорвался себе здоровье. Но без этого было нельзя. То есть я ни в коей мере не жалею, что так случилось. За всё надо платить. И в данном случае я вот так и расплатился за эту работу. Я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, то с удовольствием мы, наверное, выслушаем, как у нас скажут ведущие. Мурат Аханде, всё-таки скажете, почему единый народ, единая страна? Дело в том, что я начал исследовать историю России буквально с первых дней. Это не то, когда была Россия, а когда началось заселение территории Восточной Европы. И вот это передвижение привело к тому, что войны Атиллы, которые заняли большую часть территории Евразийского континента, они были единым народом, говорили на тюркском языке. Они были едиными в единоверии своём, едины были. Они были едины в культуре. И всё это их... Но по традиции их называли по-разному. Во всех странах называли... Во всех исторических периодах называли по-разному. То есть мы знаем много названий, и из этих названий следует, что вроде бы разные народы. Но за века менялись только названия. Там гунны, геты, мазогеты, готы и так дальше. То есть смысл этих изменений в том, это не были новые народы. Это приходили, как бы и уходили. Это менялось на название, которое брал себе народ. То есть была такая традиция. И вот когда я стал заниматься уже углублённой историей, я пришёл к мысли, что мы были все единым народом единой страны. Потому что страна у нас одна. Это Евразия. Культура у нас одна. И вот антропологически даже разделить людей тоже очень сложно. Главное то, что в людях есть это желание, большое желание найти правду о себе. И вот мои книги как раз они позволяют это сделать. В какой-то степени, разумеется, это было бы очень превозвышенно, если я так бы о себе говорил. Но это говорят люди, говорят те, кто читает, авторы. И вот в этом отношении иногда к нам на сайт, на интернет, приходят очень такие откровенные письма. Самые неожиданные. И показательно то, что этих писем становится всё больше. Причём они разные. И вот эту мысль, что мы люди единой страны, высказали неоднократно сами читатели. То есть это, в общем-то, идеи, которые носятся в воздухе. И вот с моей точки зрения сегодня надо бы подумать, как придать ей такой все политический характер. Это характер национальной идеи нашего общества. То есть люди, единый народ, единой страны. То есть это вот та самая формула, национальная идея, которую ищут у нас политики, которые не могут найти. А это вот буквально всё перед нами лежит рядом. Я думаю, что это было бы полезно, если наш сегодняшний разговор как-то отразится уже в другой музыке. Спасибо, уважаемые Гаяр. Хармады, Великолепношля, дорогие соотечественники, уважаемые россияне, тюрки, славяне. Мы действительно единый народ, единой страны. Вот огромное спасибо этому человеку, Мураду Аджи, который нас в тек сегодня собрал. Вы посмотрите, сегодня в зале здесь татары, якуты, русские, киргизы, казахи, азербайджанцы. Кто ещё? Я кого не назвала? Узбеки, болгарцы, карачаевцы, крымские татары. Слава нашему народу и воспеватель нас – это Мурад Аджи. Мы действительно единый народ, единой страны. Но нас вот почему-то хотят, мы все разные. Единственное, что нас различается, что мы одни, мы мусульмане, другие христиане. И нас хотят немножко в этом плане столкнуть. Нас хотят вот в разные стороны. Нет, мы вместе, мы мусульмане, мы христиане, мы должны быть вместе. И мы народ единой страны. Спасибо, Мурад Аджи. Спасибо вам большое. Ахмад Глашев, я представляю журнал, лучший журнал «Вопросы технологии». Вот второй номер, свежий. Хочу вам презентовать. У меня вопрос. Вообще, я все ваши книги тоже прочитал, все без исключения. И общался с людьми, в том числе и известными учеными-тюркологами, и нетюркологами, и историками из крупных научных учреждений. Должен сказать, что в основном это критика, выпады. Но это лучше, чем индифферентность и безразличие. Вот вы говорили, что сжигают книги. Это хорошо, что сжигают. Ведь перед тем, как сжечь, нужно прочитать, иначе он бы не сжигал, иначе читали. Но я хочу сказать в защиту Мурада Аджи сейчас. Недавние исследования, и задать свой вопрос потом. Недавние исследования, которые сейчас широко муссируются, обсуждаются от генетиков, это так называемая популяционная генетика, она как раз во многом подтверждает то, что писал Мурад Аджи и пишет. И тот вот лозунг или название данной встречи «Единый народ» как раз популяционная генетика тоже подтверждает. Ибо, как я вам хотел вот это вот преподнести и задать свой вопрос, я хочу ваше мнение услышать. Так как именно популяционная генетика подтвердила этническую, генетическую связь между такими народами, как скифы, сарматы и современными народами, такими как татары, башкиры, алтайцы, киргизы, уйгуры, карачаевцы, балкарцы и другие тюркские народы. Но самое удивительное то, что эта преемственность также наблюдается между русскими и тюркскими народами, поляками, белорусами, сербами, ибо так называемый генетический код, которому присвоили сейчас условное название скифский или арийский, он как раз больше всего проявляется у таких народов, как татары, башкиры. В одном из районов Башкирии даже до 75% дошли результаты индекс этого гена. И в ученых недоумении, как же такое может быть? Тогда как у, например, районоязычных народов Кавказа, ну, например, Осетин, он практически отсутствует, практически отсутствует, приближается к нулю. И самый большой индекс, он был определен у тюркоязычных, карачаев, балкарцев. Таким образом, во многом то, что написано в этих книгах, сегодня медицина, точная наука подвергла. Как вы относитесь вот к этим результатам популяционных генетиков? Я бы хотел услышать ваше мнение. Если вы изучали это, успели, так сказать, пройти все-таки свежие какие-то результаты. Спасибо. Дело в том, что, говоря о генетике, мы должны помнить, что есть другие науки, которые более древние, более емкие. И в этом отношении у меня большее доверие к истории культуры, к языковедению. Я генетикам до конца не доверяю пока, потому что там слишком пока политизировано все. То есть ответы на вопросы ищут политики. Политики заказывают работы. И вот я буквально недавно в этом убедился, когда была большая передача по телевидению о работах английских генетиков вот в области народонаселения, что там все сводилось к одному, то есть главенствующая позиция Англии. Но я думаю, что это не совсем справедливо, потому что есть другое, о котором нужно говорить, рассказывать и писать, что я и делаю. Поэтому я еще раз хочу сказать, вопрос, безусловно, очень интересный, актуальный вопрос генетикой народонаселения. Но коротким ответом это не дальше. Это нужно разбираться, нужно серьезно разбираться. Здравствуйте все, все национальности. Безусловно, мы единый наук. И это подтверждается некими архивными материалами. Я бы хотел в поддержку той концепции и той идеи, которую отражает Мурат Аджик в своих книгах, дать одну небольшую ссылочку. Я читаю, значит, открываю гербовник.ру, такой сайт есть, российский сайт. На этом сайте открываю страничку, значит, Толстой. Там есть поисковик, забивайте в поисковике Толстой. И открываю в этом гербовнике страничку Толстого. И читаю следующее. Значит, это может быть недословно, это может быть недословно, но очень близко к тексту. Род Толстый возник от некого Идриса, который пришедший, там на старославянском языке написано, который пришедший с германских земель на службу к московскому князю. И там, значит, различные-различные похвалы того, как он служил российскому государству, и почему ему, значит, дали соответствующий графский титул, выделили земли и так далее. Так вот, у этого Идриса, который пришел с германских земель, как не смешно прозвучит, какое немецкое имя, правильно ли, Идрис? Пришедший с германских земель, этот человек вместе с собой привел три тысячи своих слуг, с одной стороны. С другой стороны, значит, у него было три сына. И у одного из этих сыновей, естественно, был тоже, как я понимаю, сын, которого князь московский, увидев его, что он такой кухлый и толстенький, назвал толстым. И вот согласно архивным материалам, отсканированным и размещенным на германских точках род, род толстых возник после крещения Идриса и его сыновей, и, соответственно, отсюда у нас пошла, скажем так, русская родословная. Поэтому в подтверждение той теории, что на самом деле народы, проживающих на территории Российской Федерации, очень близки и по своей культуре, и по своему языку, и по своим истории, и по своим корням, это однозначно ясно. И это ясно не только из тех источников, которые сегодня вызывают гнев и возмущение официальных историков. Это ясно и из официальных источников. Вот это первый момент. Второй момент. В отличие от моего предыдущего, значит, коллеги, который выходил и говорил о том, что, значит, нашли там ген и так далее. Нет, это я всего лишь на все в разъяснении позиций и объяснении того, что происходит. Там как раз-таки ситуация такая. Я вот буквально, наверное, с полгода назад видел телепередачу, в которой говорили, мы провели исследование русских в далекой Сибири, нашли там людей и так далее. И что мы не имеем к татарам никакого отношения. Дело не в том, что к татарам не к татарам. Мне, знаете, это напоминает очень одну историю. Моя бабушка, бабушка Хатиря, сказала своим детям, чтобы они не говорили отцу, когда он придет с работы, что она из остатков муки испекла им хлеб и дала им хлеб. Так вот, они вышли, одна из моих дед вышла к деду, напротив, и сказала, нам мама хлеба не давала, не готовила, не давала. Вот мне вот такая вот позиция, когда заявляет центральный федеральный канал о том, что русские не имеют отношения к татарам, она как раз напоминает вот эту ситуацию, когда моя бабушка попросила, не говорите ради Бога. Поэтому в этом смысле, в этом смысле идея и концепция появления русских произошло только за счет христианизации нашего народа, общего народа. Да, у нас все разные, но это как грани одного бриллианта. Спасибо большое. Вопросы поступили, зайти с ним. Здесь вопрос хана Чингизида, могут ли быть из цюрков, кепчаков, где прочесть? Конечно, могут. Это, в литературе достаточно об этом сказано. Дело в том, что другой вопрос возникает, что почему у Чингизида выделяют, дело в том, что сейчас проводится большая работа со стороны монгольских ученых, которые приближают наоборот к себе чингизидов. Китайцы сегодня делают большое дело по приближению к себе Чингизхана. И в частности в Китае построили памятник соорудили Чингизханом вровень с Маун Цзэдуном. То есть они считают его своим отцом, человеком, который собрал Китай, который сложил Китай. То есть это все говорит о чем? Что тюрки забыли своего героя, китайцы нашли чужого героя и делают его своим. Арабский язык создан на основе тюркского языка. В какой книге подробно прочесть? Ну, это в литературе можно прочесть, во-первых, у меня в книгах это написано, с ссылками на источники. Это можно прочесть в истории арабского языка, который я пользовался при написании книг. Так что это вопрос очевидный. Возможно ли включение материала в ваших книг включить в учебники истории России, высших учебных заведений? Но это вопрос не по адресу, потому что я не смогу ничего сказать, я не занимаюсь составлением учебных программ. Нет, я хотел только дополнить, что надо не забывать, что Чиргизскан по некоторым странам является выраженцем России, именно Читинской области, Российской Федерации. А по Галинии и Гея он уже был точно тотален. Вот такие источники тоже есть. И они тоже это самое. Ими тоже нас всегда сломали. Безусловно, надо считаться. Также источники есть о том, что казахи говорят, что Чингисхан был казахом. Внешность описывается Чингисхана, что он был светловолосый, зенеглазый. Отец его был зеленоглазый Бергужин. И это все фиксируется. Да потом настолько это важно, в общем-то, какой он был. Но главное, что он был из наших степей, что он был севняк. Родство структуре тюркских и украшинских народов. Если вот там, знаете, кто был в Мудапеште, видел, мог видеть, там есть памятник тысячелетия Венгрии, и там князья геннадий отпадок, и два из них меняются, там полный представленный. И под двумя написаны имена. Одного слотаж камень, второго тетень. Это для меня большая загадка. Если можете прокомментировать вам. Спасибо. Дело в том, что комментарий большого не будет. Здесь просто обсуждать нечего, как мне кажется. Но то, что касается Венгрии, Венгрии и его графинского начала, это устаревшие данные. Потому что сегодня Венгрии говорят о том, что они тюрки. Они произошли от тюрков. И там целая большая организация есть, которая этим занимается. Там в общем это вчерашний день, так же как в Болгарии. сегодня уже происходят вот эти перемены. То есть поэтому комментировать Венгрии я не хочу. Поживем немножко, буквально чуть-чуть и убедимся в этом зале. Спасибо.